8 привычек, которые убьют вас быстрее, чем вы думаете. Некоторые жизненные привычки эффективно приводят к тому, что ты ощущаешь себя старше реального возраста. В молодости это кажется привлекательным, но с возрастом понимаешь, что затея эта дурная, а от привычек правильнее всего отказаться, ведь в жизни никогда не поздно произвести изменения. И чем скорее это будет сделано, тем лучше. Итак, к делу. 8 плохих привычек, радикально ускоряющих ваше старение. Первое. Бессистемные и агрессивные диеты. Наверняка у вас был соблазн быстро и с легкостью расстаться к лету с пятком лишних кило. Или сделать себе аналогичный подарок ко дню рождения. Будьте осторожны, такие результаты соблазнительны, но путь к ним изобилует опасными для вашего состояния последствиями. Плюс, хотя скорее. Минус. Быстрое похудение способствует обвисанию кожи и утрате ее мягкости, тургоры и эластичности, снижает концентрацию, опустошает в энергетическом плане, делает раздражительным и толкает к депрессии. Такого рода диеты сказываются и на психическом состоянии, формируя комплексы и навязчивые состояния. Однако наиболее тяжкими последствия будут для желудка и кишечного тракта. Вообще же, садясь на диету, помните, расставаться более чем с одним кило за 7-10 дней опасно. Второе. Нехватка сна. Мы убеждены, что по мере старения режим сна можно либерализовать, дескать, старикам не нужен сон. Врачи и ученые сходятся в том, что без 7-8 часов еженочный человек рискует потерять здоровье до срока. Те, кто мало спит, быстро утомляются и плохо себя чувствуют в течение дня. Кроме того, несбалансированный сон чреват полнотой, еще более отягощающей здоровье. Переизбыток тоже не идет на пользу. Если вы отходите ко сну своевременно, но испытываете сонливость и усталость в течение светового дня, посетите доктора. Возможно, вы имеете дело с нарушениями эндокринной или нервной системы, а также нередко наступающим у пожилых апноэ, нарушением дыхательного рефлекса. Третье. Дефицит овощей и фруктов. По мере набегания годков организм нуждается в меньшей калорийности. Но если вы намерены до седых волос сохранить бодрость шага, сияние голливудской улыбки, здоровый цвет и фактуру кожи, то немногое. Что вы получаете, следует брать из качественных источников. Выкиньте фастфуд и картошку с пирогами. Врачи и специалисты-диетологи сходятся во мнении, что оптимальный источник калорий, жиров, белков и углеводов – естественные краски природы. Овощи, фрукты и зелень. Кроме того, важны клетчатка и жирные кислоты из рыбки, без них ваше сердце будет биться не так уверенно. Четвертое. Агрессивное поведение и злопамятность. Берегите свою жизнь и время. Это конечные ресурсы. Их недостаточно много, чтобы тащить за собой в будущее обиды прошлого, злиться и беситься. Учитесь отпущению и прощению. Живите сегодняшним днем, и жизнь станет в разы более продуктивна. Даже морщин будет прибавляться меньше, ведь вы перестанете хмуриться. Умение прощать приводит к радикальному улучшению состояния тела, духа и психики. Следом придут в норму давление крови, сердечный ритм, сойдут на нет стрессовые ситуации и беспокойность. Пятое. Подавление стресса. Ничего в жизни не состарит человека скорее, чем перманентный стресс. Отсюда все болезненные состояния. Избавившись от стресса, вы сохраните интеллектуальную свежесть и ясность ума. Когнитивные способности. Определитесь с перечнем вызывающих стрессовое состояние факторов и изыщите способы сокращения или смягчения. Воздействия. К примеру, могут помочь йога, гимнастика или занятия спортом. Алкоголь, увы, не помощник. Шестое. Ленности безделья. К слову, о физкультуре. Активности по части спорта, это замедление и оздоровление старения. Они помогают предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и преодолевать стресс. Но в наибольшей мере спорт способствует профилактике травм. Любые переломы или вывихи ограничат вашу подвижность и как следствие. Степень возможности осуществлять привычные действия самостоятельно. Научные изыскания показали, что полчаса ходьбы трижды в неделю в разы снижают вероятность случайного падения, которое не что иное, как основная причина травматики, ведущей к инвалидности. Седьмое. Злоупотребление алкоголем. Спору нет, банально. Но пьянство – основная проблема российского народа. Вероятно, вы слыхали, что умеренное потребление спиртного полезно для здоровья. Осталось выяснить, что такое умеренность и как она меняется с возрастом. Шутка. Нет безопасных порций спиртного, все, кто утверждает обратное, наглым образом лгут в интересах компаний по производству спирта. У выпивающих понижается когнитивность мозга, резко возрастает травмоопасность. Это уже не говоря о негативных последствиях от одновременного приема лекарственных средств. Думаю, если вы поинтересуетесь у своего доктора насчет безопасных порций алкоголя, он здорово удивится. Восьмое. Курение табака. Табакокурение не приносит пользы организму человека, это очевидный факт. Вместе с тем, негативное влияние на внешний вид не менее серьезно. Содержащиеся в сигаретах и сигарах смолы и химические соединения не только повышают нагрузку на опорно-двигательную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, но и снижают тургор кожи, ее эластичность. Опытного курильщика с потрохами выдают сетка морщин и землистый цвет кожных покровов, чем не повод расстаться с табачиной.